Позади бурные новогодние застолья, которые для многих прошли не без последствий для здоровья. Как быстро вернуть хорошее самочувствие после праздничных отрывов и войти в рабочий ритм, спросим у руководителя Алтайского наркологического диспансера и главного внештатного нарколога Края Андрея Иванова. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот в новогодние праздники жители Края чаще обращаются к наркологам, вызывают скорую? Я должен сказать, что не только к наркологам, но и в скорую помощь. Вот как показывает практика, количество вызовов увеличивается примерно на 30%. Это прежде всего связано именно с употреблением большого количества алкоголя, нарушением в диете и обострением соматических заболеваний в связи с этим. То есть норму наши люди не знают, перебирают, что называется. Я должен так сказать, если мы посмотрим все взрослое население, тех, кому перешли в совершеннолетний рубеж, то цифры вот таковы, что 2% страдают алкоголизмом, не требуют лечения. Значит, 30% мужчин трудоспособного возраста и 10% женщин трудоспособного возраста употребляют алкоголь в количествах, которые вредит им здоровью. 50% употребляют умеренно. И 8-10% это те, кто совсем не употребляет или употребляет символически. Ну вот в числе тех, кто обращается за помощью в новогодние праздники, в основном мужчины или женщины тоже? Расклад такой. Мужчины идут впереди. Это хорошо для нас. На одну женщину приходится 7 мужчин, обратившихся за наркологической помощью. А вообще женщины вот в этой статистике, они как-то преуспевают, уж не знаю, какое слово нужно подобрать, но догоняют мужчин? Пока не догоняют. И это хорошо. Сколько алкоголя можно употребить без, что называется, вреда для здоровья? Я здесь, может быть, кого-то разочарую, и прежде всего мужчин, но вот научные данные таковы, что безопасная доза алкоголя, которую можно пить безопасно для здоровья, не принесет никакого вреда. Это до 150 грамм крепких спиртных напитков, 250 миллилитров вина и до литра пива. Значит, это за весь, как говорится, праздник, за сутки, скажем так. Ну, как показывает практика, значит, вот я еще раз говорю, 50% опрошенных говорят о том, что после праздников они чувствуют психологический, физический дискомфорт в разной степени выраженности. Это значит то, что они перебрали свою индивидуальную дозу и выпили уже с определенной нагрузкой и с ущербом для своего здоровья. Можно ли как-то самостоятельно восстановить свое здоровье, не опохмеляясь так, чтобы вот сразу хорошо стало? Все зависит от индивидуального организма. Я скажу так, что, конечно, нужно пользоваться прежде всего профилактическими советами и профилактическими приемами, пусть это кому-то не удалось на эти праздники, надо их попробовать уже на следующий праздник, который у нас впереди. Где-то 23 февраля, 8 марта и так далее, может быть у кого-то еще какое-то торжество, попытаться прожить их именно по тем принципам, которые я сейчас назову. И каждый человек оценит, что это на самом деле намного лучше. Намного лучше. Значит, ну вот прежде всего я хочу сказать, что доза, которую я назвал, безопасная доза к алкоголю, если они превышаются на 50%, то, как правило, организм с ними справляется. Правило, организм с ними справляется. Но если они превышаются в 2, в 3, в 4, в 5 раз и более раз, конечно же, здесь уже никакой здоровый организм, никакой сильный организм не может это, как говорится, вот так сказать, пройти это без каких-то дискомфортных ощущений, без какого-то напряжения, без какого-то напряжения. Ну вот хотя бы простые советы, которыми нужно пользоваться, как культура питья спиртных напитков, она существует, ее нужно знать, и им нужно пользоваться. Ну вот в застолье. Значит, ты прежде всего, как говорится, не пользуешься этими принципами между первой и второй промежуток небольшой. Значит, тут после первой не закусывают. Это вот было прекрасно показано на телеэкранах, чем это заканчивается. Значит, вот нужно не гнать, не торопиться. Значит, вот одну за другой рюмкой особенно. Выбирать себе только мононапиток, не смешивать спиртные напитки, не запивать водку пьем и наоборот. Значит, лучше выбрать один мононапиток и употреблять его небольшими дозами во время всего торжества. Не забывать при этом полноценно питаться, чтобы питание было наполнено, значит, овощами, рыбой, нежирным мясом. Можно еще добавить отварной картофель. В принципе, все, что человек любит, может он есть, но это должно быть в разумных пределах. Как понять, что человеку уже необходима помощь врача, он сам не справится с помощью родных? Второй принцип я еще хочу сказать, что на следующий день попытаться переболеть, если чувствуется какой-то дискомфорт, но не пользоваться советом «лечи подобное подобное». Чем болен, тем и лечись. Вот этот принцип ведет, как правило, к новой пьянке и к погружению в состояние алкогольной интоксикации. Как бы не было тяжело, если человек должен вот это перебороть, значит, вот. И здесь на помощь придут простые такие тоже советы. Нужно переспать, отлежаться, не перегружать себя физически, кстати. Допускается только лишь нагрузка, такая пешая прогрузка, она полезна 30-40 минут. Значит, контрастный душ. Душ, не нужно себя перепарить в бане и в сауне, давать лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Тоже это все положить на несколько дней, когда организм остановится. Вот, значит, и полноценное питание, наполненное витаминами. Опять же, значит, любой, больше жидкости пить, так что, скажем, полу-два литра. Значит, любой кислый напиток подойдет. Кислые морсы, значит, клюкиванный морс. Простой совет, значит, взять воду, выжать туда лимон, добавить ложку меда и выпить. Кто хорошо переносит кисломолочные продукты, значит, в виде соки, желательно свежевыжатые, или же, значит, разбавленные водой. Гранатовый сок, скажем, апельсиновый сок. Вот такие, значит, из... Так же, как традиционно, это уха или наваристый мясной бульон. На первое, значит, чтобы была жидкость. Вот, пожалуй, и все. Вот, пожалуй, и все. Если этого недостаточно, то по синдромам нужно принять определенные несколько таблеток, скажем так, содержащую янтарную кислоту, можно содержащую, вот, так скажем, отределяющие, так называемые, таблетки, я их не буду, значит, содержащие цитилсалициловую кислоту, значит, вот, и также панангин. Одну-две таблетки для того, чтобы, значит, сердечная система, значит, вот, она работала более устойчиво. Еще бы я хотел вот сказать так же, что надо быть очень осторожным к приеме больших доз алкоголя, это лицам, которые постоянно употребляют лекарства. Алкоголь и лекарства должны быть разнесены в своем приеме, ну, минимум на 2-3 часа. На 2-3 часа. А ряд лекарств вообще противопоказаны при употреблении алкоголем. Это, скажем, те, которые назначают неврологи, психиатры, значит, вот, сильнодействующие препараты, психотропные вещества. Потому что алкоголь дает вот с этими лекарствами парадоксальный эффект. Поэтому здесь вот те дозы, про которые я назвал, вообще должны быть уменьшены практически в 2 раза. И носить символический характер, если человек принимает какие-то такие лекарства, и быть очень осторожным с приемом алкоголя. Ну, вот сейчас все больше людей ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Значит ли это, что жители, в том числе Алтайского края, культуру питья как-то приняли все же? Очень коротко отвечаем. Я должен сказать, что постепенно идет дело в лучшую сторону. Вот развитие спорта, вот тот же наш проект в городе Балмуре «Лыжня здоровья», который с каждым годом становится все более массовым, значит, и другие виды спорта, значит, которые развиваются. Я думаю, что вот это как раз те первые самые кирпичики, которые дают, значит, человеку совершенно другие установки, совершенно другие интересы, значит, вот, и его формируют, в том числе, его культуру на разумное и осторожное употребление алкоголя. Спасибо за эту полезную беседу. Пожалуйста. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель Алтайского наркологического диспансера и главный внештатный нарколог края Андрей Иванов.